Знаток что где когда Арсен Адонс. Многие из вас знают его из интеллектуального шоу, но 33-летний Арсен блещет не только в игре, но и на профессиональном поприще. Уже четыре года как знаток работает врачом линейной бригады подстанции скорой помощи административного округа Кентрон. Врач скорой помощи всегда работает в критических условиях, у него всегда пограничные состояния. У нас нет большого инструментария для диагностики, но есть все, что необходимо для оказания первой помощи. Для предварительного этапа реанимации у нас есть все начиная с аппарата искусственной вентиляции легких и заканчивая дефибриллятором. Все что нужно. В Ереване семь подстанций скорой помощи. Работа здесь круглосуточная и праздничные дни не исключение. Наоборот, в эти дни напряжение и количество вызовов существенно возрастает. В этот предновогодний день Арсен на дежурстве. Вот и очередной сигнал. Сразу после поступления вызова бригада выезжает на помощь пациенту. 31 число ничем особо не отличается от обычного рабочего дня. Вызовов бывает чуть больше. Разные, начиная с температуры и заканчивая давлением. Алкогольные интоксикации бывают уже не ночью 31, а ночью 1 января. Ближе к утру уже начинается волна интоксикаций. Иногда люди злоупотребляют, переходят границу. Тогда уже помогаем мы. Знаток и врач скорой помощи уже несколько лет не праздновал Новый год с семьей. Он не переживает по этому поводу. Уже привык в новогоднюю ночь стучаться в дверь граждан и помогать всевозможными способами. В праздничные дни вызовов бывает много, но и веселых интересных историй тоже хватает. Приехали по вызову, смотрим, а в доме накрыт стол. И пациент говорит, родные мои, в этом году я вас часто вызывал, а сейчас просто вызвал, чтобы мы вместе выпили по рюмке. Мы поблагодарили, ушли, потому что времени не было. Вызовов было много, мы не могли ждать. Это наверное единственный случай, когда нас вызвали просто так, чтобы поблагодарить. Однажды перевозили сумасшедшего из психбольницы. Сел и спрашивает нас, а почему музыку не включили? Спрашиваю, какая музыка? Отвечает, не понимаю. Вы так перевозите больных? Вы должны чем-то их занять. В хорошем настроении довести до больницы. В этот праздничный день дежурный врач скорой помощи Арсена Донс советует гражданам от души повеселиться, не переходить границу в вопросе еды и алкоголя и избегать излишнего напряжения. Родные пациентов при вызове неверно оценивают ситуацию. То есть у человека может быть чуть заметная температура, а на месте окажется, что имеется очень серьезная проблема. И наоборот, могут описать инфаркт, а на месте выясняется, что ничего нет. Знаток что где когда и врач скорой помощи готов к новогоднему дежурству и своей миссии в 2020-м. Дарить людям здоровье и улыбки. Желаю нашим гражданам в 2020 году прежде всего здоровья, чтобы были счастливы, чтобы в этом году достигли всех своих целей.